Прогресс 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 Каждый год диагностическое и хирургическое оборудование, которое мы, офтальмологи-клиники, используем, чтобы улучшать зрение пациентов, продолжает эволюционировать. Пакомашины, микрокератомы, интерокулярные линзы, лазерные платформы, абирометры и топографы – вот только некоторые устройства, которые продолжают улучшаться с неимоверной скоростью. Высокий результат, который получают пациенты, выбирая клинику «Новое зрение», складывается из двух составляющих. Это постоянное обновление материально-технической базы. Все новшества мировой офтальмологии на старте своего появления внедряются у нас незамедлительно. И опыт персонала, непрерывное его обучение. Офтальмология эволюционирует очень быстро, и доктор учится всю жизнь. Специалисты хорошие в этой клинике, да. Очень много отзывов положительных, поэтому пришла сегодня первый раз продиагностировать, услышать рекомендации. Я пришла, да, на диагностику с дальнейшей возможностью, ну, лазерной коррекции зрения. Почему привели к этому? Ну, очень много читала в открытых источниках о этой клинике, сложительные отзывы, хорошие, значит, уровень врачей. Ну, все, все вот эти все плюсы привели меня сюда. Но прежде чем врач порекомендует оперативное вмешательство, пациент в клинике пройдет тщательнейший этап диагностики, который занимает порядка двух часов. Количество и точность параметров, снимаемых во время обследования, впечатляют. Именно эти данные позволяют доктору до оперативного вмешательства формировать цифровую модель глаза и просчитывать возможные осложнения для того, чтобы в операционной полностью оградить пациента от них. Работа диагностического отделения организована таким образом, чтобы полностью исключить очереди и дать возможность доктору обследовать и консультировать пациента ровно столько времени, сколько требуется для выставления точного диагноза и разбора клинической ситуации. Отдельно хочу отметить, что пациент при наличии показаний может быть проконсультирован доктором экспертного уровня. Это специалист, имеющий научную степень и опыт работы в своей области более 25 лет. Как правило, это пациенты, которым показаны операции на хрусталике или витриоретинальной операции, операции на сетчатке и стекловидном теле. Такие фамилии, как Табалевич Юрий Семенович и Белькевич Юрий Леонидович, известны как в нашей стране, так и за ее пределами. Большой востребованностью пользуется рефракционная хирургия у пациентов молодого возраста от 18 до 45 лет. Это лазерная коррекция зрения. В этом вопросе медицинский центр «Новое зрение» имеет колоссальный опыт. Первая лазерная коррекция в клинике была проведена 20 лет назад. Сложно даже придумать клиническую ситуацию, с которой врачи клиники не справились бы и не помогли пациенту. Наши опыты лазерной установки последнего поколения позволяют нам оперировать близорукость до 18 диоптрий, дальнозоркость 6 диоптрий, астигматизм до 6 диоптрий и более, а также смешанные формы аномалии рефракции. Основное обследование перед лазерной коррекцией зрения – это кератотопография. Простым языком – это формирование 3D-модели роговицы с картой перепада высот задней и передней поверхности. Прибор снимает данные в 22 тысячах точек, из которых формируется объемная модель роговицы. Только в клинике «Новое зрение» кератотопография двухэтапная с использованием двух разных приборов – окулайзер и тополайзер. Первый этап – это так называемая диагностическая кератотопография, анализируя данные которой, хирург принимает решение о возможности проведения процедуры и долгосрочных прогнозов. Исследуется толщина роговицы в разных зонах, ее профиль, каркасные функции. Второй этап включает в себя хирургическую топографию и выполняется только тем пациентам, которые планируют операцию. Данные, собранные двумя топографами, по сети отправляются в лазерную установку, где на основании этих значений формируется номограмма – индивидуализированная программа для работы лазера. Тот ориентир, по которому он будет испарять клетки роговицы и формировать ее новый профиль. Номограмма для каждого глаза индивидуальна. При расчете программы коррекции обязательно учитывается пол, возраст, степень аномалии рефракции, вид профессиональной деятельности. У меня близорукость, очень плохое зрение было, очень, даже БШ, первую самую пупу я не видела. Ну, расплывались, но я как и бурила. Вот, пришла сюда, мне сказали, что все можно сделать, вернуть зрение. Не вернули. Сейчас зрение какого у вас? Да, хорошее. Единичка? Единичка? Больше. Нет, единичка. А сама операция занимает от 4 до 5 минут на оба глаза. Важно отметить, что она имеет минимальный дискомфорт и благодаря технологии холодной лазерной коррекции период реабилитации пациента сокращен максимально. В 2019 году мы провели апгрейд лазерных установок поистине революционной системой трехмерной визуализации операционного поля и малейших структур переднего отрезка глаза. Теперь лазерная установка не имеет операционного микроскопа, его заменили специальные системы трекинга и визуального 3D-контроля за изображением. Для пациента эти новшества дают следующие преимущества. Снижается световая нагрузка на сетчатку, уменьшается время проведения процедуры. Благодаря возможности передачи изображения современные системы визуализации стирают географические рамки между нашими клиниками. Сложные интероперационные задачи могут быть решены консилиумом докторов независимо от их местоположения. Визуальный трекинг и мониторинговый контроль теперь осуществляются на ином, более высоком уровне. Все это в совокупности дает огромное преимущество перед лазерами предыдущих поколений. В итоге мы имеем более высокую точность в проведении лазерной коррекции зрения, защиту от источника яркого освещения, сохранение технологии холодной лазерной коррекции и фотохимическую защиту от свободных радикалов при проведении операции. Самые передовые разработки американских и немецких инженеров дали возможность врачам медицинского центра новое зрение перейти на качественно новый уровень лазерной коррекции зрения, сделать процедуру еще безопаснее и получить возможность дать пациенту результат, часто превышающий норму. Никогда ранее лазерная коррекция зрения не была столь совершенной, чем сегодня. Это значит, что мини-инвазивной хирургии принадлежит будущее. В Бресте тон всей офтальмологической помощи задают специалисты нового зрения, неукоснительно следуя главному правилу – предоставлять пациентам самое лучшее, что есть в современной офтальмологии.